Добрый вечер наши дорогие друзья Забрали детей из садика Зашел купил в Магнит вот такой вот виноград Он сейчас По очень хорошей цене 90 рублей Милана его кушает, он без косточки И мы с Людой тоже его едим Короче ребята взял я На завтра выходной На работе Болит у меня зуб Сегодня пошел записался У нас есть Стоматология Карат Хочу завтра Пойти на консультацию к врачу Но у меня этот зуб уже мучил давно А это прям Сегодня И ночью долбил со страшной силой Пойду Проконсультирую что к чему Что с ним вообще делать Может можно полечить конечно Там у меня раньше пломба была Но если нет Тогда удалять Короче вот такие вот дела Так все промыл я его Надо промывать Потому что какие то последние события В магните с тем арбузом Немножечко пугают Чем то они обрызгивают его в ночные смены Этот магазин Овощи Фрукты По крайней мере не знаю точно или нет Конечно Но Нужно быть на чеку Все Вот так вот красота Все Вот такой виноград у нас получился Я промыл Люда Привет Ой привет Короче Ой теплым прям промыл Я прям горячей водой промыл Ты же видела что в магните произошло Отравили с арбузом Там они чем то это все обрызгивают И бананы тоже Все надо протирать Так Сегодня у нас на ужин Ну все равно Ты же берешь руками их Вот этот вот я съем И уже не давай ей Ну это и понятное дело Вот это положи Пусть лежит отдельно Повезло тебе Мне повезло несказанно Рассказал ребятам Что я завтра наверное дома Записался в стоматологию Пусть посмотрят Не знаю Так я же тебе говорю Что я там делал пломбу У меня пломба была Я еще в Киеве делал Островокзальной Есть Естественно Она выпала просто И туда начало все заходить подряд Короче Вот это такая штука у меня произошла Картошка Люда Шона Буттера Да Яблочек купили Погода отвратительная ребята Отвратительная Уже все Осень Уже не будет тепло мне кажется Или бабиолета еще может быть Ну бабиолета обычно Виноград классный Кстати в тот раз мы взяли Он немножко был Зеленый Недозревший Да А этот прям четкий А ну-ка вот тут Смотри вот зеленый Вот А я нарвал самого вкусного Сладкого А ну попробуй Оно этот попробует Хотя нормальный Ну я попробовал вроде нормально Вот больше всего люблю киш-мыш Ну там не косточки Ничего нет Сладкий вкусный И мне нравится еще виноград Очень калорийный Да? Виноград калорийный? Да И мне очень нравятся еще дамские пальчики Виноград Пробовала Ой Дамские пальчики Ну ага Ой Дамские пальчики Так что я немножко конечно боюсь Да? Ну ах Будет мне Зубы залазить Ну да Представляешь Да В самободе Зубы залазят Так А что? Что ты сказала? Отбивные буду делать Сейчас Вот видите Целая тарелка Мясо Мясо А мы покупали куриное филе Да Филинное кури Филинное кури Сейчас я поставлю Партошку вариться Нормальное мясо? Нормальное на запах Очень свежее Очень свежее Да Сырненькое Ну блин Не пахнет оно курицей Да потому что там уже перец и соль Что ж ты хочешь? Угу Мы свежим завтра Три яйца Кстати моя мама уже чувствует себя намного лучше Уже хорошо себя чувствует Угу Картошка упала Я еще в город ездила Да Сегодня поехала в город Говорит Хочу просто развеяться Ну да Что ж там По дому уже ничего не надо делать Закрутки все закручены В доме И так Чисто Нехорошо Чисто Да Ой Не закрыла Какой ты спец И просто это Соль перец Соль перец Написали Не мешай жене на кухне Такие умные есть люди Чем я мешаю Мы всегда Даже когда я не снимал Я приходил Люди скучные Одно я Всегда с ней Общался Ты сюда варила Не мешай Ты старайся на ту сторону Я вообще не ем Я говорю что Вот интересно Пусть напишут в комментариях Вот женщины Когда на кухне Им не скучно На кухне стоять Готовить Ну нет Потому что мы делом занят Это если что-то жарится долго То для этого есть телефон Можно в телефоне положить Да? Нет Ну или включить что-то Ютуб У меня дедушка никогда У бабушки на кухне не сидел Никогда Лидар Не мужское это дело Он всегда спрашивал Лида там уже есть Готово Бабушка говорит Бабушка говорит Нет Не готова Ну скажешь Когда будет готова Вот так у них общение проходило Ну вообще Люди старой формации Они Женились Выходили замуж Рожали детей И как бы проходила у них там жизнь Мало общение Ну мой папа тоже на заводе Всю жизнь отработал Токарем Знаешь Он на кухне не сидел Он по его за телевизор Потому что он приходил Он и так напахался на заводе И хотел немножко отдохнуть Да? И поэтому Семьи так долго существуют Потому что папа отдыхал Телевизор смотрел А мама была занят Своим делом А сейчас что Заводы есть? Сейчас Не Ну есть заводы конечно Но Не каждый хочет идти на тот завод работать Специальности все Все я больше не буду Специальности все меньше и меньше востребованы Рабочая профессия Изживает себя Скоро везде все будет роботизировано На кнопочках на сенсорах Да? Блин яйца какие-то Белые Ну это я молоко добавила Но вообще Как покупные яйца Домашние они желтые Иногда попадаются Белые А домашние Ну а в основном желтые Ну вот даже когда мимозу делали Нам надо было Саш, Саш, моя цепочка Я смотрю Куда оно было Все, я вижу, я вижу Я вижу И это Ну кольцо вон лежит Мы в салат мимозу делали И там надо было желтком Люда трусила Ну сверху Хотя домашние там яйца были Ага Так желток Светлый В детстве Это была моя Люда классическая еда Мама всегда Отбивные делала Только она любила покупать Знаешь, какое? Ну куриное не покупала Раньше такого не было Куриное филе Вот так не продавали Конечно Курицу целую там А что? Она свинину покупала И из свиных Я помню, знаешь, какой прикол? Когда вы только Ласи лежит с тобой И у мамы было день рождения И получается она А я не знала этого Что беточки Она оставила мясо Вот такое Оставила И хотела пожарить, по-моему Но она куда-то уходила Я говорю Да я пожарю А то, оказывается, она хотела на день рождения И она так, и она так это И она так Я так пожарила Что мама оставила дома Ну Что ты говоришь И мама, короче, не взяла это все, да? На день рождения Я не помню вообще этого момента Ну я так, да Потому что я не знала Что у меня будет день рождения И потом на следующий день Или через день Праздновали день рождения Я так поняла Что она эти быточки Хотела, наверное, на день рождения сделать А я их так пожарила Но они были Очень тугие такие Недожаренные И это дальше А может мама по-другому подумала Что ты пожарила И не поняла, что это на день рождения А может мама и вообще не биточки ходила А я взяла, распряделась Ну знаешь, как, короче Она ставила мясо на что-то А я взяла и бисквитки сделала Я вообще этой ситуации не помню Ну а что ты будешь помнить Я помню только одну ситуацию Я встречался до этого Ну, до этого До Люды С девушкой с одной Но она вся такая была Вся из себя В общем Ага А все Ну короче Я с ней расстался С этой Настей И с Людой Начал встречаться Полюбил Люду И помню Как только Люда Ко мне приехала Она в первый день Мне говорит Ну а что-то Поесть приготовить Я так смотрю А мы с этой Настей В кафе ходили Такое Ну мы же не жили вместе Я говорю А что ты хочешь Она говорит Ну давай пойдем Купим колбасы Сделаем оливье А я думала О, это мое Счастье Да, Настю по ресторанам Отделывают По кафе А я оливье тебе делала Да? Мне не мог предложить Пошли куда-то А ты не ходила В кафе? Ой, господи боже Началник я не помню Ну ты вспомни Началник Я же тебе вареники покупал Помнишь? Ааа Это быстрого питания Ну да В фабрику ты не ходила? В Макдональдс ходили Господи Людям такое говорит Людям такое говорит В ресторан Ты не ходила? В ресторан Ты не ходила? В ресторан? Да В рестораны В рестораны? Да Быстрого питания Какого быстрого питания В ресторан Ты что Не ходила? Нет Он мне мажет Что-то показывает Ой, дурочка Мне не стыдно Мне не стыдно Потому что ты фигню говоришь Хватит уже снимать А она еще ничего не это Выключай Что-то у меня уже и зуб прошел Буду на левую сторону есть Не, ну пойдешь Ну, кот, ну пойдешь Ну, что строить? Гля, мне не разрешается самоесть Только сколько есть? Все, а я три Люда крутит круг Все, уже начала крутить круг Кто хочет посмотреть, как Люда крутит круг Заходите в инстаграм В столице там подробно показала Красиво делай Не получается, надо Неменьше сделать и под крышечкой Быстро У меня же отбивалки нет, Саша Отбивала, как дурочка, этой штукой Вот эта? А мне неудобно совсем Она, видишь, не отбилась Толстый кусок и не отбился У меня рука чуть не отпала Ну, значит, надо купить отбивалку Кто-то пишет У вас такое впечатление, что как будто каждый день праздник День рождения какой-то Или еще что-то Что? Ну, готовим все время столько Такое создается ряда Впечатление А что? А что мы такого готовим? Ну, пиццу, ну, самых обычных продуктов Ну, ничего такого Да Салат с майонезом Ну, иногда, да, хочется Ну, салат с майонезом мы уже 300 лет не делали Кстати, я хотелось бы чего? Чего тебе хотела? Оливье? Нет, я хочу какой-то особенный салат Я посмотрю Особенный будет на 2 дня рождения А так? Ну, оливье тоже я не хочу, честно Ну, что ж ты хочешь? И шубу не хочу Вот какой-то мне хочет Крабовый хочу Вот Люда не любит крабовый Ну, я крабовый нет Ну, я сейчас так более-менее люблю Ем один краб, мол, палочку Не краб, а палочку На 2 краба съесть А так, чтобы много их нет Я вообще не любила крабовые палочки Винегрет тоже не хочу Винегрет самый простой салат Винегрет я как-то вообще тоже Я помню, как был малой И бабушка Лида сделала винегрет Она наставила там 4 или 5 дней Этот винегрет в холодильнике Ну, дед там себе возьмет Бабушка себе насыпет Ну, много она делала Да А я что-то не хотел есть А потом как-то пришел со школы Смотрю, винегрет стоит Бабушка тоже пришла со школы А я так насыпь себе винегретика с картошкой Я аж насыпал себе винегрет А я говорю, бабушка, какой-то он кислый Она говорит, не морочь мне голову Это соленый охурец Короче, 4 дня, блядь С туалета не вставала Она так переживала Ну, конечно, переживала И выкинула ей салат После меня, когда его съел Четыре дня Лада, я понимаю, два дня Но не четыре дня Ну, четыре дня винегрет может стоять Мне кажется Вообще с майонезом, да Без майонеза А вообще с майонезами Вообще его Как принято Его сразу нужно съедать Даже на второй день Не обязательно есть С майонезом? На второй день, я знаю На второй день, я знаю, что в гастрономии В магазинах делают скидку на салаты Скидку, конечно Потому что с майонезами нельзя У меня бывшая начальница Любила пойти на второй день Набрать салатов Стоять за скидкой А потом сидела на туалете С лобеднями Да Взяла себе салатик Я не знаю, я соду оставила? Пускай стоит? Конечно Обязательно Потому что я еще буду полоскать Может быть Блин, пошла на улицу Короче, распушилась Вообще О, да У Люды от этого Распушилась Ребята, я не Ладно, не буду говорить Ничего А от чего ты Там мне все пишут, что я в нос разговариваю Я уже говорил по этому поводу Не хочу уже говорить Ну, мне надо Всем объяснять Словарного запаса не хватит Это не мой стиль речи Это у меня после Последствий Так я никогда не замечала Что ты в нос разговариваешь Ну, ты не замечала Потому что ты со мной давно живешь Обычный у тебя волос Да даже когда познакомились Такого не было у меня Люда, кстати, сказала Что у меня волос изменился Я? Да Ну, ты мы с тобой разговаривали Ты не сказала, что у меня волос изменился Когда я с тобой начал встречаться У меня был другой волос Ну, ты же, не помнишь? Нет Ты что? Склероз? Нет Я вообще по волосам Говорила, говорила Понятное дело, что у каждого человека Всегда меняется волос У тебя не меняется Мы с братом... Как был противный, такой остался Понятно Вот мы с братом, когда долго не разговариваем И он мне позвонит Или я ему А он мне говорит А то у тебя волос что-то изменился Да? Даже знаю, почему Маленький кусочек я съела Ну, ничего страшного Вот И эта беточка будет точно на два дня Это что, и стушить будешь? Нет За это волосы? За это волосы? За это волосы? За это волосы? Мы когда в Ростов приехали, и мы услышали, как здесь говорят Ой, что-то я за это волосы? Ну, там, например... Ну, типа, да Да Такое есть Ну, такое вообще... В лексиконе есть За это волосы? А я, когда мне мама звонит и начинает рассказывать мне что-то И там словечки вот такие вставляют, которые у нас в нашем городе говорят А какие, к примеру? Если что, я не помню уже А есть такие словечки? Да, да Ну, как это у своего диалект? Так что много тут этих Вот донух Много-много Так забарусь А зачем? Чё? Поделаю, будем кушать Завтра тебе на работу И послезавтра будет Как и завтра что? Ой, нет, не послезавтра, а на завтра Надо, чтобы масло нагрелось хоть Так в сковородках горячее А что-то оно даже не зашуршало Потому что... Саш, пожалуйста, не тренди Не вообще Вот поэтому тебе говорят Не мешай мне Потому что ты начинаешь элементарные вещи Если бы я не мешал, не было бы видео в Ютубе И люди бы не видели нашу частную жизнь Частную жизнь Ну, может, кому-то и хорошо было бы от этого Может быть, я не спорю А ещё делают в этом В панировочных сухарях Да, но в панировочных сухарях нужно сразу кушать Вот когда они горячие Они тогда хрустящие А потом они невкусные просто Да, потом они набираются влаги Я делала так, да У меня... У меня бабушка любила котлеты в панировочных сухарях Вот, котлеты... Ну, мне надо купить, чтобы у меня было У меня никогда нет этих панировочных сухарей Она никогда не покупала Она брала хлеб Батон И вот так скалкой раздавливала И в мешочке у неё было всё, да? Сдохну, пока я их разделаю Конечно Ой, не поместится пока Маленький возьми кусочек У меня что-то правое ухо горит Это пострадало Я видео сегодня снимала Пострадало Увидите, ребят Пострадало Биточек Ещё нам надо обновить посуду Мама нам понадавала вот этого советского... Ну, скажи спасибо, что хоть это у нас есть Есть куда суп насыпать Да, да, да Ну, конечно Ну, да Посуду прям не купишь Ой, это уже слишком частная тема Ой, нам детей вон на зиму одевать тоже Тоже Кучу денег, короче, нам всё надо Ну, а как жить? По-другому никак По-другому никак Всегда сначала детям Да, мы говорились уже Мы, честно говоря, хотим сделать Людинам родителям сюрприз Мы хотим... Ну, посылку хотим Да, мы хотим... Им по комбинезону Потому что у Никиты хорошая очень курточка Этот комбинезон А Мелане комбинезон и, наверное, курточку У неё курточка такая, но в том году, конечно, не очень, мне не нравится И всё, ну, и кофты тёплые И Мелане может быть эти... Тёплые лосины Вдруг там не холодные, не могу Капюшон начнёт Иди Доси И собрать людинам родителям посылку Да, мы хотим посылочку Ну, такое, знаете Каждому... Моим родителям, моему брату У брата есть трое детей То есть надо им что-то купить Тоже мы никогда посылки не отправляли И не хочется, знаешь, Саш, мелочёков Конечно Хотя бы там по спортивным костюмам Спортивные костюмы дорогие Детские так тем более, блин Дороже, чем взрослые, наверное Или по такой же цене Ну вот, каждому что-то купить И каких-то сладостей, вкусняшек Там всё такое А на это всё надо Бабло До 10 тысяч точно Так, всё Сейчас будем делать толчонку Вот, ещё и салат сделала, да? Короче, у Сашки вообще зуб разболелся Ещё и сказал, что в конце у него шатается Зуб мало того, что один чёрный Ещё и шатается зуб Глазной И, наверное, оттуда Ну, если всё Если шатается, это всё Это вырывать будут 100% Ну, всё, они обкалывают Ой, это для меня больная тема Я лучше ещё один раз сражу тему Зуб думу пойду У меня такая ассоциация Что там, Милан? Мышка? Хотя же ничего страшного Вот я тоже как-то боялась Очень зубы уделать Потом всё-таки пошла Потому что начал болеть Ничего страшного абсолютно Даже без наркоза не делали Ну, а у меня эта пломба выпала И всё, лет пять Хожу без пломба Это надо ходить Подтянем Вот всё больно Давай потолчу Толчи Люда после меня перемешивает Не доверяет Вон целая пуча битков получилась Целая кастрюля А честно говоря Немножко очку Конечно, завтра Ну ладно Либо идти, либо не идти Либо мучиться Но ты зимную боль Невозможно Заткать Вся, у нас всё Хуже раз ворвится Ну да Пойду завтра Зато ты пойдёшь, сделаешь И всё Оно тебя мучить и будет Всё Может, ты ещё эти камни полдурай Если мне зубы рвут Мне только камешки удалять ещё Ну да Не хватало Я оттуда выбегу Как этот Как заяц Ну то тебе кажется Так, Коля тебе нормально Я всё время вспоминаю Как помнишь это Как это Операция АИ Приключения Шурика А, Иван Васильевич Моя профессия Как он работает С томатологом И там у него пациент Сидел на столе Ну это ж В те времена Вот поэтому у меня И плохие ассоциации Потому что у меня тоже В детстве Болели зубы Помню Мучилась болью Да? В детстве болели сильно зубы? В каком возрасте? Я не слепо импломировала зубы В каком возрасте? Не помню, Саша Нет, Кетчуп не надо Не надо Кетчуп? Точно? Точно Точно Не надо Миланочка, а ты будешь салатик? Насыпай тебе? Не хочет Не хочет Я себя тоже немножко насыпала Так что вот так вот, ребята Вот так вот Картошечка, пюре Биточки, я думаю, все любят Такое дело А самое главное Вкусно Вот я Отбила, поперщила Посолила днем И они у меня полдня Получается мариновались И прям очень вкусно Просоленные Проперщенные Вот так вот Ну-ка Бишь так Это мясо плохо отбила Ну, не отбиваться на это что-то Но Все равно вкусно Да Все, всем приятного аппетита Садитесь, слушайте Да, ребяточки Всем приятного аппетита Саше пожелайте удачи Я сама Я Я Сама понимаю Как это Я переживаю за него Саша сам сидит Все Всем пока Приятного аппетита Субтитры сделал DimaTorzok